Сова от Мерзакарима Нарбекова. Вы, наверное, видели, как сова смотрит, не двигая головой в разные стороны. Это она делает для того, чтобы те животные, которые попадают с ее на пути, не увидели ее, сидящей на дереве. Следящий за их помещением. Сейчас я делаю это упражнение для глаз. Это упражнение надо делать в ритме сердца. Не спеша. Потому что в ритме сердца подается кровь глаза. Я включаю метроном и буду петь мантру, чтобы еще больше крови досталось для вам. Итак, это упражнение надо повторять как можно чаще. И время не менее 512 ударов сердца за 1-го метра. Я сделаю такое упражнение отдельно и буду петь различные мантры. И у вас будет зрение, как у собой. От того, что вы сможете управлять своими глазами, не поднимая голову, как делают очкарики. Очкарики вот так смотрят. Потому что у них мышцы атрофировались. Они не могут уже не влево посмотреть, а вправо. А особенно вверх. Поэтому вверх я делаю вверх больше. А лучше всего так делать. Начинать. Медитацию вверх. Медитацию вверх. Медитацию вверх. Я веселый, потому что Я сам так никогда не делал, потому что я не присутствовал на лекциях книги Карины Маргекова, а просто читал ее книги. А в книге про это упражнение я либо не нашел, либо не обратил внимания. Маргеков говорил, что надо глазами двигать, а не головой. В принципе, я раньше двигал и головой, и глазами. Главное, я отводил дальше. Но упражнение слова, это круто. Спасибо, Мирзакарин Санакович, за передачу знаний от твоего учителя к нам. С вами был Николай Павлович.